Добрый день! Добрый день! Что-то не ладится со скайпом. У вас свет с левой стороны освещает, ничего не видно. Закройте там окно или что. Очень сильное освещение. А солнце светит ярко. Шторками заверните, плохо видно. Так не темно? Нет, шторки не темно, закройте шторками совсем. Вот так получше. Маленько, все равно сильно светит. Я совсем не вижу. Что-то у вас такой слабый глазок или что? Прямо расплывчато все. А я его заклеивал, Игнать Тихонович. Сейчас вот оттирал, оттирал. А там посмотрите, может чем-то вон закрытый. Прямо как в стакане молока все. Я его открыл, прочистил вроде. Вот, ну ладно. Кто вы, откуда и зачем? Я с Читы. С Амедов Александр. У нас все записывается, записывается все и выставляется в интернет. Вы не против? Не против. Я слушаю вас, говорите, пожалуйста. Ну, я давно вас прослушиваю уже. Сначала вопросы накапливались, но потом слушай, они как бы разрешаются сами собой. Опять еще не слышны. Что-то... Говорите. Ну, я смотрю, вы вроде не слышны. Я говорю, у меня накапливались сначала вопросы, но потом я слушал долго вас, и они как бы отпадали. Ну, понятно. А есть вопросы, такие я вам там написал, о сотворении земли. Ну, давайте. Когда Бог творил землю, у него была цель определенная какая-то. Ну, и, в общем, много слышал различных мнений, там, разных проповедников, и православных, и, там, разных теоретических направлений. И, в общем, не услышал нигде. Лишь один человек мне как-то сказал, но эту версию никто не воспримет. Наверное, даже не православная и не... И вот у вас я слушал, слушал, ни разу не слышал, ну, по этому поводу вашего мнения. Ну, не мнения, а вот как, толкования. О том, для чего Бог землю сотворил? Да, землю Бог сотворил временно. Он изначально знал, что Он ее временно делает, что человек упадет. Он уже когда творил Иисус Христос, ну, Он приготовил Иисуса уже к жертву, уже изначально сотворение мира. То есть, Бог уже все предвидел, то есть, это был какой-то план. План один у него для славы своей, так написано. Для славы Божией никакой другой цели не было. А все остальное зависит от других сил. А иначе зачем Он творил ангелов, падших с неба? Для славы Его они прославляли Бога, а потом забунтовали. Как мы считаем это в 12-13 главе Откровения Иоанна Богослова. На небе произошла война. Мы считаем 14 главу пророка Исаия, 28-й языке Ииля. Кем Он был? Его таким Бог не творил. Бог сотворил человеку, когда сотворил человеку, дал жену. Какое назначение-то было? Чтобы человек был не один, было с кем поделиться любовью. Сказать доброе. А пошло-то куда? Вот сейчас, если убрать все фильмы, какие есть в интернете везде, про войну убрать, про убийство, и про мужчина к женщине, какое имеют отношение, это процентов 90 фильмов сразу уйдет. Почему? Потому что дьявол, он подражать пытается во всем Богу. Обезьяна в зеркальном изображении, наоборот. Если у Бога это право, то у сатаны это все налево будет. Он левую сторону будет называть правой. И вот отсюда надо разобраться, на чьей стороне мы станем. Написано, Господь говорит, я предложил тебе огонь и воду. Я предложил тебе жизнь и смерть, благословение и проклятие. Избери, что хочешь, но добавляет, зачем вам умирать? И тогда мы понимаем, открыто все для славы Его. Если тебе открыто, за все благодари. Павел говорит, за все благодарите. 1 Песнякинсам 1.5.18. За доброе, за здоровье, за болезни, за мир, за войну. За все благодарите. За суды Божьи. Да. И вот это, мы как бы, люди смотрим-то взглядом, ну, человеческим, земным. Но есть взгляд боготворения, это извечное такое было у Бога. И вот этот вопрос мне один человек рассказал, что... И тогда у меня отпали вопросы, почему Бог, для чего создал человека и посадил дерево, и скинул дьявола на землю. То есть, и вот, как бы, для чего он создал вот это вот дерево? А для чего он его создал? Как он вам ответил тот человек? С кем вы беседовали? Да. То есть, внутри человека душа, что такое душа? Душа – это те вот ангелы, которые не пошли за сатаной на небе. И тогда вот эти мы, ангелы, пришли воплоть, потому что там мы сказали Богу, что мы за ним пойдем до конца. И когда мы пришли сюда на землю, то сатана совратил их всех. Поэтому он имеет совет с Богом, и временно Бог сделал эту землю. Вот. И вот эта версия, она, все вопросы отпадают. То есть, Бог, ну, скинул этого сатану и поставил одно дерево, одну заповедь, чтобы не ели. То есть, и человек все равно пошел против Бога. Так, повторите еще раз. С неба, когда дьявол был сброшен, потом сошли добрые ангелы, так я понял? Не ангелы сошли, а вплоть, вот Бог создал Адама, и вплоть пришел ангельский дух. Как? Какой ангельский дух? Какой? Откуда? Откуда это? Написано, сотворил Бог человека, вдунул в него дыхание жизни. Никаких ангелов не было при творении. Они только где-то там были, здесь не было, не написано. Книга Бытие, первая глава. Да, в Библии не написано. Ну, а зачем же мы говорить? Иоанн Златоуст говорит, чего в Библии нет, о том даже не рассуждаем. А вот они решили, с Богом завет, ничего этого не было. Это бредни пьяных старух. Бредни пьяных старух, говорит Златоуст. А как? Для славы своей. А почему дерево там насаждено? А потому что человек нуждался внутри себя. Как отблагодарить Бога? Ничем нельзя, у Бога все есть, а я послушанием. И Бог ему дал это древо послушание добра и зла. А человек что узнал о дереве? Ничего не узнал. Он узнал, что слушается хорошо, а не слушается плохо. Там больше ничего не было-то. И поэтому вам тот человек или неправильно сказал, или не до конца сказал. Никаких там ангелов, во-первых, не было. Древо нужно было это Адаму, не Богу. В чем доказать свою верность? Верность свою. И вот Бог дал ему это. И он не выдержал испытания через жену. То есть Бог творил, когда землю, Он сотворил это временно. И оно ему не нужно. Нет, нет, нет. Остановитесь. Ничего временного Бог не творит. Вам совершенно неправильно дали понятие. Бог все сотворил для славы Своей. Оно вечное. Почему? Земля обновится. Оно обновится. И когда, говорится, сгорит, то есть переплавится. Вот люди умирают. Тело умерло, черви съели, сожгли. Но когда придет Христос души, которые идут в рай и леват сегодня, они вернутся и облекутся, то есть оденутся в ту же самую плоть, которая здесь на земле была. И эта плоть обновится. Она не будет стареть, не будет болезни. Одинаковый возраст будет у отца, у матери, у бабушки. Считается возраст Христов 33 года. Вот в этом вопросе. И надо прислушиваться, что говорит нам Святая Библия. Временного нет. Написано, небо и землю сотворил, и в вечности будет, и небо и земля. Только обновленное, переплавленное. Как вот сосуд золотой. Трещины на нем появилось, и его разбивают на мелкие кусочки, переплавляют. И опять такой же сосуд, но он новый. Трещин не будет. И вот этот человек, который сотворен, он будет обновлен. Написано, и плоть наша будет подобна ему. Апостол Павел говорит, даже представить невозможно. Эта плоть наша бессмертная будет. Она сотворена была такой. Дали грехопадение, и снова она возвращается в лоно Отца Небесного. Вот как дело обстоит. Вот эти вопросы. А если вопрос взять, изначально Бог творил землю, он уже знал, что человек упадет? Конечно, конечно, знал. Уже знал. Уже знал, что все, что на земле, все это сгорит. Да, вот так было назначено. Как написано у Соломона, не было первоначальных пылинок Вселенной. Пылинок. То есть, молекулы ни одной не было. А Бог уже знал, что мы сегодня с вами встретимся. Что у нас не будет работать скайп. Бог знал это. И знал, с какими мыслями мы будем беседовать, и как мы окончим эту жизнь. Бог знает все, потому Он Бог. Движение каждой молекулы, человека, комара, Бог знал от начала. И написано, говорит, когда на небе шла война, и они, ангелы добрые, победили этих кровью Агнца. Какой крови, когда человека не было? Еще Адам сотворен был 5508 лет до Рождества Христова, потом 33 года Христов, и тогда только Христос на кресте умрет, и тогда кровь. А уже написано там, на небе, кровью. То есть, у Бога все в одном дне идет. Это у нас. Вчера, сегодня у Бога нет этого. Бог вечен, и у Него нет времени, Он вне времени. И Он говорит несуществующее, называет как существующее. Вы должны говорить точно по Писанию. Если кто-то что-то изменит, это, считаем, притча Соломона, 5 глава, 6 стих. «Всякое Слово Божие чисто. Не прибавляй к словам Его. Чтобы Он не обличил тебя, ты не оказался лжецом». То есть, враль. «И участь лжецов в озере, горящем огнем и серою». Нам зачем это? Мы абсолютно точно знаем, что Господь придет в Тарище на землю. «И как первый мир был потоплен, второй мир будет предан огню». И мы должны за все благодарить. Псалом 118-й, 164-й стих. «Семикратно, не один раз, а семь раз в день прославляю Бога за суды правды Его. Как Он судит мир за все эти Майданы, за Гитлера, за Ленина. За все мы должны благодарить Бога. Потому что мы не знаем, с чем это окончится. Это все нам на пользу. Вот если бы я тогда не попал в аварию, у меня несчастья не было, я бы не был тем, кем стал. У меня тюрьмы бы за плечами не было, я бы многого не понимал. Но мне Бог теперь открыл, я прошел это. И теперь я работаю в тюрьмах, я знаю, о чем они думают, зэки. Почему? Я один из них. Вот Бог это допускает. А один говорит, Господи, Ты сотворил Еву, ну почему же такие женщины? Вот я, говорит, женился, самую хорошую выбрал, красивая и все, и как ангел. А сейчас, говорит, как ведьма, говорит, ну пристает, позорит меня. А ему будто бы ответ был, это уже не из Библии. И говорит, я сотворил Деву, а женщинами вы их сделали. И поэтому получайте плоды свои. Ева-то была дева, она не была женщиной. Она за пределами рая стала. Вот и все. Нам Бог дал землю. Вот у нас вокруг, где мы новую деревню строим православную, то вы, если смотрите ролики, знаете, везде пьянь, везде безобразие. Там воруют на каждом шагу. Мы такие же люди. И ничего у нас нет. Ни воровства нет, ни табака, ни запаха, ни матерков. Скотины наши. Вот говорят, разницы нет, кто пастет. Есть. Наши привозят мясо, они на базаре не стоят. У них покупают свои предприятия. Ну, привезли управление железной дороги. Это там пятиэтажное здание. И я пришел после продавцов наших. Они говорят, никогда не ели такого мяса. Мясо, запах один. Пены никакой нет. Запах полей. Почему? Ни одного матерка за 25 лет не было скотине. Ее освещают, светят водой. Батюшка священник выйдет и... Ну, это разное. Даже пшеницу берут. Вот пшеница. На определенной брюдечке. Залили водой, чтобы они прорастали. И в разные комнаты поставили. Несвязанное. В одной магнитофон поставили. И крутят. Да будь ты проклята. Да чтоб ты была. Из-за тебя самогонку варят. Мой муж погиб. И опять то же самое. А в другой так. Ты благословенная пшеница. Мы тебя любим. Ты хлеб нам даешь. Вот такие слова. И когда проходит время, там 97% схожесть. А тут только 3%. Проклятие убивает даже неудушевленный организм. И мы должны это видеть. Что Бог дал все на пользу. А дьявол рядом. А почему дьявол не убрал? А зачем? Вот сейчас готовится в Америке. Будет, ну называется, там у них борьба без правил. Может знаете, Емельяненко Федор. Чемпион мира. Самый лучший боец за всю историю этой борьбы. И вот о нем везде ссылки, ссылки, ссылки идут. Ну как он будет героем, если не будет противника-то? Нет противника. Поэтому Бог нам дал, чтобы мы боролись, одержали победу. С сатаной не бороться. Надо только побеждать. Избави нас от лукавого. А 16-20 стих к римлянам говорит, и сокрушит сатану под ноги ваши. Как мы считаем в житиях святых, там Андрея вроде бы, кто боролся с сатаной. Ну он огромный, как дерево-то. А ему голос говорит, ты руки сзади, крест-накрест, так возьми. Он взял руки сзади, обхватил. И он сделался, как сноп, обмолочил. Он его тогда брякнул и все. Так он же духовный. Ну образно это все. Вот какое дело. Мы... Знаете, Тихон? Да. И вот, когда Бог посылал Иоанна, написано, что я... Ну, что он пошлет ангела своего, Иоанна Крестителя. Но? Ну вот и написано, что... Ангелом надо за ангельскую жизнь. Ангелом. Он ангелом называется ангел, который на земле нам помогает. Говорит, не презирайте ни одного из малых стих, ибо ангел их веет в лицо Отца Моего Небесного. Христос сказал. Другие падшие ангелы – демоны. Лев Толстой называют черти, бесы, лукавые духи. И человек называется ангелом. Вот Иоанн Креститель. И ангел называется Христос. В этом же стихе Малахии. Третья глава. То есть четыре разных варианта. А вот слово «душа». Ну, исследователи находят, слово «душа» имеет 18 значений. Не одно. Это вторая субстанция в человеке. А с Яковом в Египет прибыло 75 душ. Ну, что это? Души сидели на верблюдах, что ли? Это означает, у меня семья – пять душ. Пять человек. То есть предпочтение дается высшему. Человек дуалистичен. Тело и душа. Ну, душа вечная, а тело временное. Потом оно будет обновлено. И поэтому госпожой у нас в нашем существе должна быть душа, душа госпожа. А тело – это раба. Рабу надо укращать. Павел говорит, смиряю, порабощаю тело мое. А как понимаете? А дух, я слышал, что вы говорите, что дух, душа и тело – дух – это одно и то же с душой. Нет. Не одно и то же. Тело – это тело. Дух и душа – одно и то же. Но когда говорят дух, душа и тело, вместе – три. Это означает душа и настрой души. У него, говорит, веселый дух сегодня пришел. На человека мы видим, говорит, у него печальный дух такой. То есть это вот написано еще сначала душевное, потом духовное. Да. Это то есть сначала на душевном уровне человек приходит к Богу. Душевно, плотское. А потом уже плотское такое. Да, душевное. Когда у людей говорят, ой, душевный человек. В Библии имеет другой смысл. Душевный – это плотское, мирское, греховное. А духовное повышает о горнем, о горах, то есть о вершине, о небе. Надо же понимать, о чем речь идет. Святые отцы поэтому нам истолковали православным. А сектанты, еретики, они ничего не знают. Они скрылись под названием динаминация, конфессия. Таких слов нет в Библии. Это дьявол скрыл слово ересь. А православная церковь, она идет от апостольских времен. А эти-то еретики-то, они как в мошкарах каждый день плодятся новые. Я ходил, я изначально был в церкви, ну не в церкви, а там. Ну да. В еретическом общении. Совсем недавно, только вот через вас, сначала я начал смотреть, посмотрел эти дебаты. Вот это вот Олег Скиняев и начал в интернете искать, вас смотрел много. И вот сопоставляешь и понимаешь, что это действительно есть. А вы знаете, у нас какие ресурсы? У нас есть мой мир, форум, сайт и ютуб. Ну я там не зарегистрировал. А там регистрироваться не надо на ютубе. Я вам скину все. Как поговорим, я под скайпом вам скину. У нас очень богатый наш видеоканал. Шесть с половиной тысяч роликов наших, не чужих. Вот сейчас каждое утро к нам по скайпу люди заходят утром. И когда мы начинаем молиться, вы можете с нами вместе молиться. Прямо видно, как мы молимся, какие молитвы считаем, какие поклоны делаем. И дальше как. У нас время разное, по-моему. Мы на один час. Вы от Москвы разнитесь на пять часов. На четыре часа? Десять минут на шесть. С Москвой на шесть? А мы на четыре. Мы на четыре. У нас как в Красноярске, такой же. Я не знаю. У меня десять минут второго. У вас сколько? Десять второго? Да. Я сейчас скажу. У нас одиннадцать часов десять минут. На два часа. Ну, это у нас не получится. Ну, смотрите. Мы встаем в четыре сорок. А у вас будет в это время шесть сорок. Как? А, ну, я в это время встаю. Ну, встал. Ну, все, пожалуйста. Я был один раз на чтении, на феофилактике, вот вы читаете? Да. Один раз был. Ну, как-то вот мне скучновато, честно говоря. Ну, да. Да как-как? Привык, что вот все свое мнение вот это вот? Нет. В православии нету мнения. У нас уже выставлено. Мнение может быть по житейским делам. А в божественном мы должны придержиться святых отцов. Ни хео-цареградский символ верою во единого Бога Отца держать. А иначе мы никто. Просто такое чувство иногда, что то, что там читается, о чем он толкует, что это даже не вмещается и непонятно. А вот надо плющить себя. У вас навыка нету. Человек, который привык где-то болтаться, бомж, его в настоящую комнату в чистую запустить, он сразу все загадит, украдет и уйдет. Ему это не надо. У нас были люди около церкви, просили милостыню. Мы их домой привели. Такого человека там обмыли, уничтожили насекомых, накормили, денег дали и говорили, поедем в деревню, тебе там домик есть уже и ты будешь жить. Он сбежал, больше с нами не встречается. Ему это не надо. Он привык так жить. И вот сектанты именно такие по помойкам бродят. Кто что скажет. У нас учителя святые, как Иоанн Златоуст, Василий Великий и Прям Сирин. А они истолковали. Нам не надо придумывать ничего. У церкви голос Божий, Духа Святого. А там от себя Таня, Маня, что понимает. Сколько голов, столько умов. Господь одна же церковь творил, а не десятки раз. Это его невеста. Ну, значит, вот цель создания Земли, цель Бога. Для славы Божией. Написано для славы Божией. Как? Через человека. Чтобы он познавал творение. Исследовал, что такое биология, геология, астрономия. И удивлялся славе Божией и прославлял. Аллилуйя пел. Это вот есть такой акафист. Вы его найдите, зарядите. Называется «Слава Богу за все». Запишите себе. Запишите акафист. Это песнопение так называется. Это акафист «Слава Богу за все». Это написал священник незадолго до расстрела. Григорий Петров. А сегодня приписывает другим. Там за все. За гениальность. За все. Я одно время как-то подумал написать акафисты по химии, по биологии, астрономии. Ну, во мне-то этих знаний нет. Я тогда пошел академиков искать, которые по этим отраслям, в разных университетах. Поговорить, чтобы они все данные дали. А потом это данные, ну, как в этом акафисте, слава Богу за все. И тогда дать каким-то людям, которые высокого духовного уровня. Я к себе-то ничего не беру. Чтобы написать акафист. Политический акафист. Что Бог дает ум правителям где. Какие были правители, женщины. Чтобы про Испирь там было сказано. Ну, и все такое. Про Давида, про Соломона, про Иезекию, про Осию. Которые святые были. Правители, государи. И написать акафист. И сегодняшнее, чтобы правители, Дональдов, Владимир обращали внимание на это. А отдельно написать про животных. Отдельно про растения. Везде чудо. Вот человек изучает. Шесть лет в институте. А потом только ухо, горло, нос. На этом ограничивается. Операции уже не делает. Хирург делает операции. Один глазной врач. То есть человека размонтировали по разным кабинетам. Настолько он сложный. Я говорю, а вы все узнали об этом? Ну, глаз. Нет, говорит. Мы только сверху знаем. А уже кандидат наук медицинских. Я разговариваю. Доктор медицинских наук. Он мне операцию делал. Еврей. Умнейший человек. Зам губернатора. И он все не знает. Мы все еще исследуем и находим новое. Новое везде. На дне океана находят живые организмы. На вершинах гор. Каждый год целый реестр выставляют. Поэтому сотворенное для славы Божией. Как Бог дивен. Когда еще ничего не было. Смотришь. Птичка какая-то. И она разукрашена разная. Там красно-синяя, зеленая на нем. Вот какой-то королек птица смотришь. Или там селезень сидит у него. Как все блестит. И это все Бог сделал. Когда еще ни одного перышка не было. А в одном перышке. Одно перо у голубя вырви где-то. И в нем вот так раздели. Которое по сторонам-то. И там зацепки. Этих зацепочек на одном перышке 75 тысяч. Я так ахал. Я решил узнать какое растение в огороде у нас. Больше всего семян приносит. Ну посчитал. Ну допустим 200 этих семечек у подсолнуха. Но у него один себель растет. И я нашел самое большое у редьки. У редьки. 11 тысяч. 11 тысяч семечек. 11 тысяч. Редьку можно насадить. Это все Бог сделал. Земля одна. Все делаете. Слава Божья. Вода одна. Солнце одно. И от какого-то семечка будет горько. Сладкий арбуз. Душистая дыня. Ну все разное. Бог. Какой наш Бог. Удивите. Написано. Земля и небо воспевает славу. А дела круг его. Вещает твердь. Игнат Тихонович. Это единственный наверное человек. Который делает. Что-то остановилось. Не слышно. Следует своей славы. Богу слава. Слава за все. Ты познавай. Как Бог сотворил. Как удивительно. Как страшно. Вот мы говорим. У меня отец такой-то. У вас свой отец. У меня свой. В момент зачатия. Нас таких там было. Ни один. Ни два. А по-разному говорят. До 20 миллионов этих спермы. Которые могли дать. Я пробился через всех. Приклеился. И ты победитель. Мы уже победители. Миллионы. Даже ужас делается. До миллиона. Если считать спички. По миллиону. Тебе надо. Не один год надо рассчитать. Пока ты переложишь их. А это в каждом зачатии. Рыба мечет икрот. Мой его возьмешь. А она вся раздутая. Она бита одной икрой. Это еще ее не было. Мой его больше не вырастет. А кит какой растет. Какой слон и какая мышка. Это все Бог сотворил. А то придумали какую-то там эволюцию. Все это мерзость. Нет эволюции. Эволюцию дал Бог только человеку. Ты не знал. Ты развиваешься. Вот мы говорим. У меня палец вот какой. А у мальчика когда палец то был меньше. Глаза были меньше. В человек растет весь. Кроме одного органа. Вы знаете какой орган у человека не растет. От рождения один до смерти. Один орган не растет. Я слышал в ухе. Да. В ухе. Там наковальня и молоточек. Иначе когда ты голос матери слышишь. Уже на другой день он был другой. Бум-бум-бум. Вот как Бог сотворил. Да. Я вот там от вас узнал это. Ну вот. А так. Вот я о чем говорю. Что вы следуете во славу Богу. И все увлекаете во славу Богу. Да. Все люди славят имя, свои имена. Так. Ко мне уже стучатся другие. У вас что-то есть еще? Вопросы? У меня вот вопрос самый главный. Давайте. Давайте. Он нет. Может быть. Но. Ничего. Я знаю. Пустые не будете задавать. С миром. Да нет. Говорите. Говорите. Я тогда и найду этого человека. Это по интернету стущаться на беседу. Ну вот у меня вот этот вопрос. Он так и... То есть я как принял, так он и стоит. Во мне принято. Ого. Что Бог создал землю-то. И мы пришли сюда во плоти. Чтобы там не было вот этих вот разбора. Как он увлек треть ангела. Сатана. И тогда мы пришли сюда уже. И он скинутый сюда. С целью увлечь. Доказать Богу. И поэтому был когда Ио. Ио. Сатана. Все. Все. Ну. Все поднём. А Ио в один правильный. И он пришёл к Богу. Потому что он их там изначально было договорилось. И брал разрешение. Бог ему разрешил. Но только душу не трогал. Ну. Потому что он верит в Богу. Вот. Вот. И... Многие вот эти вот места описания. Они открыты. Не говорят, что... Ну есть Анна. Душа написана. Бог. Думал Бог. Дыхание. Жизнь. Вот. Но от этого... От этого вопроса... От этого, вернее, ответа. Все вопросы отпадают. Которые у меня возникали. Когда я возродился. Начал видео читать. У меня вот эти вопросы возникали. Зачем Бог сделал? Землю человека сотворил. И дерево посадил. Зачем это всё надо было? Сатану сгину. То есть если вот это вот принимать за истину. То все эти вопросы отпадают. Для славы Божией. И больше ничего не надо говорить. Все для славы. Из человека. Сатана написано. Сошел к вам в великой ярости. Ища кого поглотить. Как... Он говорит, как лев прыкающий ходит. И нам дается с кем бороться. Иначе поехал Федор Мельянко в Америку. А борца не будет. И он ничего не получит. А что... За что получать-то? Мы получаем за победу. За победу получаем. Затрудимся. Допустим, вот человек проповедовал. Говорил. Старался. Поехал. А другой его не послушал. Награда будет больше, чем если бы тот обратился. Потому что часть награды человек получает в удовлетворении. Я радуюсь на земле, что человек принял Бога. Он познал Бога. Это Ян Затаус так объясняет. Бог платит не за то, что я чудотворец. Я сейчас сказал и мертвый воскрес. Моего там еще нет. Но если мне сказано было идти. И идти к больному. И идти надо было в пургу. И я пошел заблудился. Все-таки выбрался кое-как. Обморозил там руки. Вот за это награда будет. За труд. И поэтому на земле дьявол. Все остальное объяснимо. Для того, чтобы слава наша была выше. Когда Бог, говорит, вас прославит. Мы прославлены будем. Ну, это земное такое понимание, что для славы Божьей истина так. Да. И все земные объяснения. Но есть изначально высшая цель Божья. Не могу я ее найти ни у кого. Не надо искать. Больше не ищите. А у самого человека цель жизни. Очень хорошо выразил Серафим Саровский. Это послание к римлянам 8.9. Стяжание Духа Святого. Вот это смысл. То есть все делать так, чтобы расположен Бог был. Не огневить Бога. В страхе Божьем делать. Как бы не огорчить моего Создателя. Он повелел. Я не могу иначе. Не могу. Ты должен стоять намертво. Ну, давайте поставим печать 666. И тебе все. Каждый день ковришки и пирожки. Отойди от меня сатана. Ты мне соблазн. Христос показал пример. О печати сейчас много говорят. Я начал смотреть православных, знаете, через кого. Вот через вот этого все боятся печати антихриста. И мы слушали Василия Новиков, отец. Вы слушали? Конечно. Он умер еще, а его нету. Он в Туле был, в Туле. А я, а мне вот строго, ну, вот люблю людей категоричных. Просто там вот, как бы я, там как написано да да и нет нет. И вот я через него начал слушать православие. Ну и потом вышел на Вас. Но я смотрю, Вы абсолютно по-другому относитесь к этому. Я Вам скину наши материалы. Я в Щите пока не могу. Вы знаете, какая у нас поездка была? Мы в Щите были. Мы доехали до Владивостока. Я книги развозил. Вы считали это? Слышали это? Я знаю, конечно. Я все думаю, интересно. У нас есть книги Ваши. Есть в библиотеке. Ваши мои книги в Щите. Ага. Нас там очень сильно хорошо приняли. По-разному принимали в Щите. Нам понравилось. Библиотекарь, у них там какой-то ремонт шел. Но они тут мои книги разложили. Это 38 томов у меня вышло. Это не две книжки. Каждый том 752 страницы. Это серьезные такие фолианты. И я чуть-чуть запомнил. Мы проезжали, я не знаю, сколько раз через нее. Ну, два раза это минимум. Мы же в Владивостоке были, пошли до Лиссабона. Турцию, Прибалтику, Скандинавию. Представь себе. С миссией везде я ехал с одной целью. Возвестить людям о Христе и подарить 38 книг. А полный комплект это 750 евро. Вот считай, во что нам обошлось это? Только на горючее один год мы потратили 440 тысяч. А у меня пенсия 6500. Ясное дело, что Божья рука одарила нас. Да, за верность. Да, как радостно слышать. Отовсюду сообщается. Человек там где-то в Англии, где-то в Финляндии. Новые люди обращаются. Я считаю вас духовным отцом. А я не знаю. Каждый день дети рождаются, а я ничего не знаю. Я просто молюсь и благодарю Бога. Это Бог делает. Моего там ничего нет. Благодать Божия. Мы не можем дать силу Слову Своему. Наша молитва ничего не значит. А она просто открывает двери для благодати Божией. И Бог делает, как ему угодно. Вот сегодня она написала. И приехал там один к ней. Полное погружение. В патриархию нигде крещение не могла получить. А приехала из зарубежной церкви. Но он из нее взял слово, что в патриархию больше не ходи. Там нет благодати. И она мне говорит, как же так. Я ходила в храм, но я ему пообещала. Я говорю, раз пообещала, держи пока. Он пообещал, что из Америки как четыре раза в год будет причащать тебя. Ты же дала слово. А он, я знаю, рукоположен, настоящий митрополит. Я у него дома жил в Лос-Анджелесе. А она спрашивает, что теперь делать-то? Ты получила крещение? Дальше видно будет. Но пока держи, как сказала, не нарушай. Потому что Бог на небе говорит, а ты на земле. И что Бог не разрушил дела твои? Сказал, держи. Да, значит, да до конца. Ты его обольстила, выходит. Он тебе крещение преподал. А ты теперь, я считаю, он неправильно сделал. Мы считаем московскую патриархию благодатной. К нам митрополит приезжает. А он ее по-другому. Но ты-то дала слово. Я не против. Я просто за тебя боюсь. Ты дала слово, а теперь, ой, я теперь поняла. Ну, когда он тебе говорил крещение. Я говорю, я сегодня утром объясняю. Ну, она где-то там из России или из Украины. Ты дала слово. Поэтому, дорогая, помни, это все на небе зафиксировано уже. Надо жить очень серьезно. Что-то со связью. Игнатий Тихонович, слышите меня? Я слышу вас. А вот святые отцы, многие предупреждали, что благодать отступит от православной церкви. Правильно. Ну, перед повторением Антихриста. Правильно. И многие сейчас времени обращают в это время вот эти пророчества. Ну, пророчества, так говорится, что все воскреснут. Ну, не будем мы сегодня воскрешать на кладбище-то. Пророчество касается будущих времен. А пришло или нет? Нет. Антихрист, вот это ИНН, печать, там пластиковая карточка. Глупости все это. Печать, главное, есть сегодня, а Антихриста нету. Так не бывает. Сначала царь воцаряется, а потом печать ему дают. Тут так понятно. Я говорю, а у тебя печать есть? Да нет, у меня паспорта нет, говорит. Я говорю, а в магазине бываешь, бываешь. Да как ты покупаешь, когда не продать, не купить-то? Чего ты сам себя обманываешь? Это не печать, но все это приближает к тому. Это не просто так, это шаги к принятию Антихриста. И вот что мы говорим, скайп, это все он употребит. Голограммы будет, он будет летать по воздуху, возноситься. Но сегодня нет этого. И мы должны быть очень внимательны. Придет время, действительно нельзя будет. Как сказали там Кухша, Лаврентий и другие говорили. Говорили. Иоанн Кроштадский и другие. Но не надо пережать время. О нашем времени, священном начале, патриархии, все говорят, это не антихристовая печать. Это Иоанн Кристианкин говорил. Я встречал людей, у которых ничего нету. Они паспорта пожгли, дети в школу не ходят. Ну, мы один раз с ними встретились, а они двое обратились. А они из Тамбова. Тогда сообщили, те напугались, послали человек шесть, чтобы их отсюда вырвать. Ну, я обольститель, зазомбировал их. Я гуру там, как сейчас любят говорить. Приехали и эти остались здесь. А их было 32 человека. И они все обратились. Все. Они подпольные были ИПХ, монахи уже. Я их повел тогда к епископу. Епископ их утвердил. Одна стала здесь настоятельницей монастыря. Шишкина Варвара. Она была Ксения. Вот и все. То есть, они пришли в церковь, получили паспорта. Ребятишки пошли в школу. Вот здесь наши интересы и государство совпали. И КГБ хотели мной воспользоваться. Забросить туда, где Лыкова Агафья. Я не пошел. Я говорю, вы меня дорогой сбросите и все. Я вам не верю, говорю. Они смеются, говорят, да вы еще уж так о нас плохо думаете. Ну, просто ваша работа, я говорю, такая. Лгать и убивать. Задание, если дадут, то... У меня личный вопрос. А вот я крестился... Меня крестили-то... Ну, как, не церковь? Вы, поистине считаете. А где? Ну, меня крестили протестанты. Нет, это не крещение, не крещение. Вам нужно готовиться. И если будет дорога, вот у нас будет нынче крещение 9 июля. Если мы хорошо познакомимся, я вас буду знать, мы можем разрешить дать маршрутку. 9 июля, воскресенье, у нас будет в озере крещение полное. Вы посмотрите, зарядите на нашем ютубе. Крещение как идет. Там вообще красота. Да, мы смотрели, мы с женой смотрели. И я подходил к священнику, к Аслану Церквичу. Да. Жена перекрестилась. Я подхожу, то есть она тоже там крестилась до этого. Я подхожу, его спрашиваю, он говорит, тебе не надо креститься. То есть мнения разные. Видите? То есть он сектантское крещение признал за действительное? Он признал. Он говорит, я признаю за все. Его за это извергать из сана. Канона его извергает. Еретического крещения не принимается. А они опрокидывают человека назад. Это положение во гроб, а не в смерть. И кроме того, 50 апостольское правило троекратное. Троекратное во имя Отца. Аминь. Сына, аминь. Духа Святого, аминь. Под воду, чтобы ушел, чтобы вода была над тобой. Это погребение. Смерть. Смерть. Христос умер прикованной. А они крестят какого-то Иисуса, который умер лежа на спине. А на спине все умирают. А вот так стоя умирать, только Христос умер. Ну не считая других там воинов Спартака. Но они нам не нужны. У нас в православии все обдумано. Потому что церковь как любящая мать поступила с нами. Прослушал и вас прослушал. И вот, как понял, Бог дает понимание о крещении. Но у меня все равно сомнения. Я же крещеный как-то считаю. И у меня сомнения. Поэтому я пошел. И он признал. У меня не удовлетворение. Нет, нет. Вы не должны сейчас причащаться. Готовьтесь. Если будет крещение, то тогда крещение должно быть полное. Поэтому к нам приезжают люди отовсюду. С других государств. С Америки, из Франции. Там не могут найти. На весь город Воронеж не могут найти, кто покрестил бы. Наши священники, да. Чтобы быть в истинном крещении. А не в таком, где сквозь пальцы смотрят. Я вам скину, когда сейчас свои ресурсы. То у нас есть сайт. Не форум, а сайт. И вы сайт когда откроете. И там сразу книга открыта на главной странице. Сайт называется «К истинному православию». Это мои книги. И там о крещении. Все взято. Все, что о крещении в Библии написано. В канонах. Святые отцы. Жития святых. Я вам скину. Это вы когда чтобы готовые были. Мы показываем 136 свидетелей. Святых. Которые говорят за полное погружение. А за неполное ни одного нету. Неполное только когда раздавленный. Лежит где-то в плену. В тюрьме. И то его надо раздеть. И трижды облить полностью. А не так, что мокрой ладошкой пол. Вот а католики. А католичные. Они католическую веру нам насаждают. Эти попы. Бритые все. Ходят в галстуках. Промасоненные насквозь. А у меня еще вопрос тоже такой. Вы говорите на вырус рубашку носить. Обязательно. Да. Обычно. А что тут непонятно то. Вот смотрите. Вот поясок. Я вижу вас. Мы русские люди. Я говорю русские люди. А пояс 109 раз написано в Библии. А без пояса один раз. И то сказано ко врагу. Распоясывавшийся хулиган. Ну пояс. А если брюки одел и ремень и заправился это как? Нет. Заправил это по-немецки. Значит ты немец. Вы посмотрите картины Сурикова, Поленова. Посмотрите Репина. Вы не найдете нигде ни ребятишек, никого без пояса. Все с поясами. А они рисовали с натуры, фотографировали. Лев Толстой стоит, фотографированного так, рука за пояс. Ну что говорить. Без бороды Ленин, там союз борьбы за освобождение рабочего класса 7 человек. Ленин старший, 30 лет. Все до одного с бородами. Бабушкин все с бородами. Бог так сотворил. А пояс. У Иоанна Крестителя пояс кожаный. Дальше мы читаем пророки все были с поясами. Все написано. Петр в вузах находится. Ему сказано было встань и что? Обуйся, подпояжься и выходи. Павлов пояс взял, агаф. К чьи-то пояс вот так же руки свяжут, сам себе связал и показал. Ангелы написаны в откровении с поясами. Христос с поясом. А кто ты такой? Расхристанный, распоясанный. Никогда в рубашке верхнюю пуговку не расстегивайте. Это масонский знак. Ну это у вас там трико какое. Вот так вот, чтобы было застегнуто все. И вот заметьте, где бы вы ни смотрели. Они или в галстуке, или расстегнуты. Это знаки масонские. Если костюм, чтобы нижняя пуговица была обязательно расстегнута. Ты еще не знаешь, тогда разницы нет. 777 и 666. Тогда можно за одно считать. Конечно нет. Это масонские знаки. Пятиконечная звезда в Советском Союзе была. Это масонский знак. А шестиконечная сионистские, еврейские. А у нас восьмиконечная. Это имеет значение. Даже большое значение. Но Герман Стерликов тоже там восьмиконечный дух признает. На нем тут у меня есть написано. Ему одно имя разрушитель. Разрушитель. Он и Библию не признает, и патриархия вся еретическая, и старообрядцы еретические. Он сам еретик. Награбил, а теперь прячется. Бегает по Карабахам. Но людей много у нас. Многих захватывают людей. И вот они пишут. Там свод Иоанна Грозного. Он совершенно неверующий человек. Обманщик. Выезжайте в деревню. Но выезжайте. Как строится-то? Выезжайте, там что-то будет. Вот сейчас один ролик поставил. Приехал, ничего нет. И главное, трактор нельзя заводить. Машины ездить нельзя. Компьютеры там все это выбросить. Это все от сатаны он лохами считает людей. Ну, люди туда без всего. Они потом связь не смеют ни с кем-то. Ну, он с кем-то беседует. Там весь хватает, бросает ее стаканом, телефоном бьет. Он бесноватый. Ну, в общем-то. Ну, у него нету благодати. А Бороде он говорит правильно. А Бороде правильно говорит. И что на земле жить правильно. Ну, так надо, чтобы были вместе. Вот мы в деревне начале строили-то. Лопатами копали. Потом лошади завели и купили. А когда уже стал прибыто где-то, купили трактора, машины. Теперь комбайны есть. И уже земли у нас было полгектара. А сейчас у одного 220 гектар. А рядом с нами один, он начинал прямо с огорода. Но он в другой деревне. И у него сейчас 7600 гектаров. Вообрази, что это такое. И у него, конечно, новые комбайны, новые технологии. Он ездил там в Аргентину, учился и прочее. Евгений Долгов. Мы в близких отношениях с ним. Он каждый год давал мне два мешка семищек для моих голубей. А еще вот вопрос там про молитву. Написано, есть грех к смерти, есть не к смерти. Если к смерти, то не молись за брата. Да. Это, говорится, грех какой? Любой грех, в котором нет покаяния. Это смертный грех. А не так, что вот при любодеянии смертный грех. А вот это... Да одна суббота только не соблюдал. Субботу его убили сразу. Грех смертный любой, в котором нет покаяния. Так отвечают святые отцы. Это не мое мнение. И не надо там вот сейчас вот... Мастерников Сергей Михайлович, он хороший человек-то. Ну, там это вот у него там покаяние, там то другое. Грехи, каяться. Этого совершенно не требует Господь. Ты должен отвернуться от этого, осудить его, этот грех свой. И радоваться в жизни. Господь говорит, я не вспомнил ваши грехи. Зачем это вот вникает, он заставляет там... Мне его просто жалко. На него нападают. Мне понятно, что его называют, какими словами. Меня так же называют. Но мы-то ничего не делаем. Мы просто говорим, вот святая Библия, вот святая церковь, вот священники, которые... Люди, которые столковались, жить надо свято. Свято. И все. От мира отделиться. А в миру работать, помогать людям. Иеремия Бог говорил о народе, когда народ отступил от Бога. Он говорил, не молись за него во благо. Да. И вот я просто сейчас... Это у Иеремии говорится? Иеремия? У пророка Иеремии? Вот это тот грех, сейчас люди, большинство истину-то не принимают. Это уже слово. А вот эта молитва, это не есть ли нарушение вот этой заповеди? А нет, главный грех у них было идолопоклонство. Бога заменили Молохом, Астарта, Венеры. И люди сегодня... Идолом может быть твоя жена, дети, государство. Что угодно, то, что заменяет Бога, замена анти, анти, напротив. И поэтому пророки так сурово осуждали их за отступление от Бога. Какой бы ни был человек, но от Бога нигде не отступи. Согрешить, Нил Синайский говорит, это дело человеческое. А отчаиваться, дело сатанинское. Человека не надо в это вгонять. Ты покаялся, осудил, иди скорее в Храм Божий. Иди к священнику, который имеет власть оставлять грехи. Без этих священных рук священника, золотого, он говорит, нет прощения мертвым. Живым здесь, живущим на земле. И мы должны священников чтить и почитать и содержать. Вот Игнатий Тихонович, Бог ему говорит... Что-то застряло, не слышно. Нет. Опять застревает. Ну, наверное, все, ресурс наш кончился. Нет, я хочу договорить, Игнатий Тихонович. Давайте, говорите. Я вот эти стихи, вот этот грех смерти, сопоставляю к этим стихам. Потому что Бог говорит, не молитесь. А многие сейчас, наоборот, молятся за тех, которым было уже благовествовано Слово, и они отвергают и идут своей дорогой, отвергая Бога. Им нужно ли за таких молиться? Нужно, нужно. Но как молиться? Господи, обрати их. Молиться за всех людей надо. Мы молимся за всех правителей, молимся за Порошенко, за Рамзана Кадырова, за Ардогена, за всех. Но молиться, обрати их, а не то, что прости им грехи. Вот о чем говорится. Он не кается, а я буду просить, прости. И оно ничего не даст. Ничего не даст. Вот молитва-то какая? Молитва одна просительная, второе благодарение, третье словословие. Три этажа. На первой все мусульмане, буддисты, коммунисты, все там просят, дай, помоги, сохрани. А второе благодарение, это уже кто знает. А словословие, это уже только избранное. Это ангельская молитва. Вот у нас у православных очень часто аллилуйя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Это третья ступень, ангельская. Поэтому богослужение надо знать. Чтобы не столбом стоять в храме-то. Ну да. Значит молиться надо. Обязательно. Молиться за всех написано, молиться за всех человеков. Павел говорит за царей, за начальствующих. А когда Павел говорил к Тимофею об этом, это первое послание к Тимофею, пятая глава, то царей-то не было верующих. Он говорит молиться там за Нерона, за других, чтобы Бог умягчил их сердца, чтобы дал князя какого-то Константина, чтобы гонения прекратились. Ну вот об этом надо молиться. Сердце царя в руке Господа молиться в направлении сердца. Да, да. Именно так. А еще многие-то о родных молятся, о том, о благе. Пока живые молимся за всех. А когда умер, безбожник не верил, молитвы за них нету. Он был враг. Враг. За него молитвы в церкви нету. Он не крещеный. Умер, когда умер. А пока живой, мы молимся за всех. Я в тюрьме нахожусь, а там один контингент воровской. Я молюсь за всех, за начальника тюрьмы, за всех. Начальник тюрьмы, я здесь был в тюрьме. Он умер по-христиански. Следователь у меня обратился, следователь принял полное погружение в крещение. А я бы на него злился, еще бы было. Я бы враг был. Я освободился, он ко мне приходит и вот Бог как делает. Да, Бог дает знание поступать как-то. Он дает смирение. Знание это может, говорит, голова как земной шар, а сердце как песчинка. Любовь на первом месте. Бог желает, чтобы, не желает смерти грешника написано, а желает, чтобы все спаслись. И поэтому мы должны благовествовать. Говорить о Христе, о Его жертве, о любви, о скором пришествии. Скорое мы не знаем, года не считаем. Но говорим, что признаки уже показывают, где-то рядом. В Израиле уже первосвященника избрали официально. Так что третий храм Соломонов, он будет построен на том же месте, по всей вероятности. Но мы гадать не будем. Просто скажем, так говорили святые отцы. Говорили, а оно покажет. Нам не надо гадать. Время, наоборот, для духовного обращения к Богу. Вас как звать-то? Александр. Александр, вон как. Александр. Ага. Вот возьмите, у меня отец Тихон. Вы в школе или где-то Тихона встретили? Второй у него брат Наум. Наум. Третий брат Амос. Ну где ты встретишь-то? Вот считай. Тихон. Наум. Амос. Четвертый там брат у него был Степан. Степу еще можно встретить. У моей мамы. А один брат Эммануил. Макари. Филарет. Это не монашеские имена. При рождении. У меня старший брат Самуил. Игнатий. И Аким. Следующий брат. Понятно? Имена. Вот я назвал, эти имена не встречишь. Почему? Кто крестил, он сам выбирал. Не родители. Вот у нас сейчас, у меня племянник. Ну, сейчас она еще в роддоме у него жена. Третий ребенок. Первый ребенок у него в Орлам. Второй Назарий. И третий в Тихий. Рядом у нас живет староста. У него старший сын Терентий. А младший брат Иеремия. Это по календарю. Потеряевки, да? Ну, да. Потеряевки. Там у моего племянника Исааки. Исааки. Понимаете, какие имена? Это по календарю. Не выдумка. Вот у нас девочка одна. Ее Ливия звать. Не Лилия, а Ливия, как страна. Это по календарю. Другая девочка, Янафа. Янафа. Ну, где ты ее сейчас? Агния, это еще ты найдешь. А вторая сестра ее Леонида. Леонида. Это женское имя? По календарю это красиво. Это как музыка звучит. Ну, имена раньше-то по каким-то признакам? Календари церковные называются. Святцы. А я думал по каким-то признакам. Нет, 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 нет. На какой день? 365 дней. На какой день? Какие святые? А у святых по каким именам? По кончине, когда умер. А пророки были. Они все в календаре указаны. На этот день родился. У меня имя там было Иннокентий. Но меня, крестящий меня, он назвал Игнатием. Я с этим именем прожил. Я слышал, и когда у нас дома о вас добрый делся, я иногда вас... Иннокентий. Но сейчас уже Игнатий. Уже привык. А сначала Иннокентий. А сегодня Ваня, Володя. А как в священии это... В монахии так сразу начинают такие имена. Там Ювеналий. Там такие названия. Не выговоришь даже. И Аникий. А где ты раньше-то был? А у нас имена такие при крещении. Ну вот, Игнатий Тихонович, о крещении... Да. Вы сказали, что у вас будет летом. Летом 9 июля. Давайте сейчас расстанемся. Вы сейчас отключитесь. И когда будут у вас вопросы, недели через две придете. Только заранее напишите сначала, могу ли я принять. Да. Потому что у меня другие дела тут какие есть. Всего хорошего вам. Всего хорошего вам. Всего хорошего. Господь. Не отключилось у вас еще. Еще попробуйте. Поехали. ите. Это CAL. Продолжение следует...